всем привет забрав семерочка и погнали разбираться дальше вопросы по миньонам что да как почему вот именно обзор я сделал на модель и как это все было сделано для тех кому интересно исправляя ошибку написали что ничего не понятно нужно это дело все разложить раскладываю после того как сделана вот такая модель раскинутыми руками то можно сделать вот этот миньон 1 послужит нам для создания нескольких миньонов разных миньонов главное чтобы был сделанный вот именно один стандартный что мы будем с этим делать зайдем в саптулы и переключимся на наше тело теперь мы тело это маскируем где-то вот так вот и с помощью мов вытягиваем вот до такой высоты можно даже еще больше это уже смотря какой будет у вас миньон и как он будет выглядеть следом у нас есть очки мы их находим именно в саптулах сейчас надыбаем вот они и мы их можем также поднять вот так следом нам нужны глаза глаза внизу вот они у нас глаза мы их поднимаем тоже вы видите насколько изменился миньон он стал другим следом нам нужно передвинуть именно лямку саптулов именно вот это вот для очков поднимаем все состыковка произошла у нас другой миньон вот так он выглядит опять же как изменить позу руки там еще что-то я кину ссылки это уже по прошлом видео я снимал не хочу повторяться так мы теперь давайте разберемся допустим как сделать рот да это вот я просто нарисовал сделал просто отметку что вот это типа рот но надо рот сделать нормальный да зубами shift левая кнопка мыши опять же переключаемся на тело не забываем все это дело вот так вот можно убрать и теперь уменьшаем дров сайс жмем control и вот так вот все это дело так сначала сделаем дай нам с потому что мы уже вытягивали модель жмем control и рисуем именно рот все это дело надо сделать конечно хорошо качественно так что подождите и сейчас я его немножко тут подкорректирую как бы хорошо было иметь планшет мышь какой в каких делах конечно очень неудобно контроль арк корректирует нам нашу вот эту улыбку можно где-то потереть где-то что-то сделать так ну теперь делаем control и вот у нас получается вот такая вот заготовочка сзади смотрите чтобы тоже ничего у вас не было жмем move и вот это все дело можем уводить вглубь глубину можно делать какая вам угодно лишь бы не вылезла никуда другое место и опять же так же вот вы можете корректировать вы видите чтобы так не вылазила вот где-то вот так вы это все дело уводите жмете control левая кнопка мыши снимаете выделение и делаете дай на мэш control снимаете маску на свободном экране как снимается маска это вот дай на мэш вот эта клавиша дай на мэш должна быть включены и когда вы проводите снимаете маску на фоне то у вас получается автоматически дай на мэш перестраивает сетку так следом shift все это дело можно вот так вот смягчить делать мягким более-менее все так выглядеть подровнять чтобы не было никаких артефактов вот таким образом также можно использовать клавишу не клавишу а кисть но в топологи сделать ее побольше и вот так вот уже вы видите что корректировать уже непосредственно ширину вот так вот можно сделать вот уменьшить вот таким вот образом можно чуть чуть побольше одну сторону поднять одну поменьше это уже мимика какая вам нужна ну а теперь заходим в саптулы и вапент и все по простенькому сделаем сейчас зубы находим куб вот у нас куб и мы на него сейчас переключимся вот мы на кубе теперь геометри сайс уменьшаем все это делаем с помощью мов подтягиваем к верху и что нам теперь нужно сделать заходим в деформацию и жмем полюс вот уже зуб преобразился теперь можно этот зуб сделать дай на мэш и прогнать через дай на мэш нажимаем дай на мэш смотрим сетка исправилась можно даже control d нажать добавить дивайдер чтоб он более четкий был если вам это конечно очень нужно с помощью скайл можно все это дело уменьшать и поставить прозрачность контролировать нахождение нашего зуба опять же с помощью мов можно его передвигать и в деформации сайзом или обрезкой это как кому удобно можно все это дело вы видите что регулировать вот так вот сделаем зуб вот таким вот образом и немножко еще его уменьшим переводим его вот где-то в эту точку смотрим о прикольно да теперь жмем control и вот так пардон делаем дай на мэш жмем control и перетягиваем его вот сюда вот зуб на другое место и немножко этот зуб можно уменьшить и немножко его припустить вот так вот жмем control жмем прозрачность жмем вот этот вид боковой вот так ну и немножко надо его покрутить вот так вот взять чуть-чуть сюда его повернуть и немножко вот таким вот образом с помощью мов опять же вот так где-то его подкорректировать и опять же ротации чуть-чуть можно вот так вот вывернуть опять же делаю без картинки наугад так что строго не судите так снимаем маску control левая кнопка мыши убираем прозрачность заходим модифика поэтому мы можем больше мера нтвел вы видите что с дубы спарились это не хорошо значит нужно контрол з контрол и и с помощью мов вот это все делая увести подальше вот так вот и контрол и и вот этот зуб тоже уводим подальше. Снимаем маску и жмем mirror and well. Равно у нас чуть-чуть получается спаренное, значит можно вот этот зуб еще немножко уменьшить. Вот так два зуба уменьшаем и вот так чуть-чуть еще уводим в бок. Mirror and well. Вот теперь прикольно уже. Так, теперь можно вернуться именно на наше тело, на нашу болванку, отключить move и уже move topology кистью вот здесь вот так вот немножко корректировать будем рот, мимику. Эту часть можно вот так чуть-чуть приподнять, а эту часть можно вот так опустить и немножко вот здесь вот так увести в бок. вот так вот. Вот уже прикольно, вот уже нормально. также зубы можно теперь по осям перебить, чтобы опять не выставлять или предварительно сделать дубликат. Что можно сделать теперь? Заходим в геометрии, жмем по Y и попробуем по Y милку mirror and well. Жмем ctrl z, не сработало или сработало. Сейчас посмотрим, прозрачность включить. Mirror and well сработало. Верхнюю часть замаскируем. Ctrl левая кнопка мыши. А вот эту часть нижнюю мы поднимем вот таким вот образом. Вот так. Теперь мы вот это все дело можем обрезать, допустим, или прибрать как-то. Первый способ, ну вот два зуба если есть, их можно просто вот так вот подкорректировать. Но это наверное большеватые будут. Можно их с кайлом уменьшить. Вот так уменьшаем и опускаем вниз. Вот так вот. Чуть-чуть пониже. Ну вот в принципе если вот так вот устраивает уже, там щеки скрывают остальные зубы, то жмем прозрачность. Жмем маскирование. Жмем ctrl w. Теперь ctrl shift. Отключаем вот эти зубы. Вот так это тоже замаскируем. И можно вот эти зубы вот так вот прибрать. Ctrl W. Нажимаем и жмем Dell hidden в геометрии. Следом можно точно так же поступить с этим зубом. Вот так вот жмем маскирование. Ctrl W. Эти оставляем, а эти Dell hidden. Смотрим чтобы не осталось никаких артефактов. Жмем по иксу. Mirror and well. Вот так вот. И вот эту серединку. Ctrl W. Можно тоже прибрать. Dell hidden. И можно нажать close house. Если вдруг где-то вы зацепили какой-то бок. Вот так вот. Также можно все это дело вот так вот замаскировать. Вот так это замаскировать. И с помощью мов просто передвинуть этот зуб куда надо. И нажать Mirror and well. Все. Вот так вот прикольно выглядят зубы. Их можно сделать выпуклыми. Можно сделать более проработанными. Это уже на ваше усмотрение. Так. Вот эти зубы тоже можно чуть-чуть по обрезать. Ctrl W. Клик в циркл. И вот так их можно немножко по обрезать. Продолжение следует. сделать Ctrl W. Сделать Ctrl W. Одну полигруппу. И можно этим зубам еще сделать деформацию. Relax. Или polish. Вот так они более мягкие. И опять же с помощью moft apology можно зубы водить. Вытягивать чуть-чуть. Какой вперед. Какой назад. Вот так вот как-то их подкорректировать можно с помощью кисти. Вот таким вот образом. Ну вот такой простой вариант именно работы с одним миньоном. Можно вот сделать вот такого миньона. Еще поменять ему руки. Добавить там волосы какие-нибудь. Можно за место двух очков подставить один. И вот такая вот вырисовывается картинка. Надеюсь вам это понадобится. Пригодится. И ролик будет в тему. Все. Всем пока. До свидания.